Всем привет! С вами проект N-Dubai и сегодняшний видеовыпуск посвящен получению водительских прав. С вами Анна Надырова. Сейчас я сама нахожусь в процессе получения водительских прав, прав прохождения уроков. Я прошла уже несколько этапов и этот видеовыпуск посвящен тому, как пройти практические занятия и как сдать основной экзамен, то есть road test, как он называется здесь в Дубае. Как вы можете увидеть, сзади меня на фоне стоят машины. Мы сейчас находимся в автошколе. Машины, видите, разные, но на них написано, что они учебные. Написано название вот этого центра, вот этой школы. То есть сейчас мы находимся в Бельхаса Driving School. После того, как я прошла теоретические занятия, лекции, издала экзамен по теории, который называется signal test, теперь я могу начинать практические занятия. Но перед тем, как начать практические занятия, мне необходимо сдать предварительный тест на мои навыки вождения. Мне нужно сдать предварительный тест, который называется preliminary test. Я уже прошла свой preliminary test несколько минут назад. Что мне для этого потребовалось? Значит, вот такая книжечка. Вы, наверное, ее уже все знаете хорошо. Обязательно ее всегда берите с собой. Когда ты проходишь preliminary test, они ставят штампики, на каком шаге тебе нужно начать. Сейчас я вам покажу. Вот эта книжечка, они ставят сюда штампы, какие шаги вы уже прошли. То есть вы имеете навыки в этих шагах. Все довольно просто. Вы садитесь в машину, заводите машину и проезжаетесь по тренировочной площадке, которая находится в школе. Вот вы можете видеть, как она выглядит. Впрочем, выглядят как и везде, и в России тоже такие площадки. После того, как я прошла preliminary test, я могу приступать к практическим занятиям. После этого меня ждут 20 уроков вождения и финальный road test. Друзья, сегодня пятница, 19 число. И я приехала на свои первые теоретические занятия. Я решила выбрать в пятницу, я буду заниматься по пятницам и брать по 4 урока. Конечно, в пятницу уроки немножко дороже, 80 дирхам за урок. Когда я приехала, я хочу вам сказать, не забудьте взять с собой деньги, чтобы оплатить уроки. Кстати, погода замечательная и немножко капает дождик, что это очень редко в Дубае. Я просто не могу об этом не сказать. Состояние у меня хорошее. Надеюсь, что мои занятия пройдут успешно. Инструктор уже в машине. И я тоже пойду уже садиться быстрее водить в свою машину. А пока Аня берет уроки вождения, я покажу вам, как выглядит территория автошколы Бельхаса. Вообще у Бельхаса несколько площадок, несколько школ по всему Дубаю. И вот так вот выглядит площадка тренировочная в Джабелла Али. Именно здесь, в Джабелла Али, Аня и берет уроки по вождению. Также вы видите, что здесь, на этой площадке, обучают не только вождению легковых автомобилей, но также и тут можно получить права на автопогрузчик. И, как вы видите, здесь в Бельхасе можно получить права не только на легковые автомобили, а также на автобусы и грузовики. Сейчас я стою на территории тренировочной площадки. И вы видите, что стоят учебные машины. Вот перед вами офисное здание, администрация автошколы находится там. И вот вы видите, как выглядит площадка учебная. А сейчас я стою на эстакаде, и вы видите, как Аня проезжает мимо. А вот так вот выглядит комната ожидания. Курить здесь нельзя. Есть телевизор. И даже доступ в интернет. Вот компьютер с доступом в интернет. Можно попить водичку и присесть вот на диванчик, либо на стульчик. Здесь я буду ждать, пока Аня закончит свои уроки вождения. Ну все, друзья, я закончила свой первый урок вождения. Длился, вернее, это было 4 урока, и длились они всего лишь 2 часа. Было очень интересно. Я давно очень не водила машину. И машина отличается, потому что это автомат. Хочу сказать, что автомат вообще действительно водить намного проще и легче. Единственное, что не надо сильно крутить рулем. Мы сначала потренировались на площадке. Потом мы... Она поняла, мой водитель женщина, она поняла, что, в принципе, я могу водить, могу смотреть в зеркала. И мы решили выехать на дорогу. Мы выехали из школы и поехали кататься. Вот здесь мы ездили. Но не только здесь, вообще по всему Джебел-Али. Мы прокатились по дороге, на которой скорость была, возможно, 40 км в час. Также потом мы выехали на дорогу, где 60 км в час. И уже сделали обгоны. Как обгонять, как перестраиваться с линии на линию. Мой учитель, мой инструктор сказал, что все у меня хорошо. И в следующий раз, в следующую пятницу, я уже начну тренироваться, как парковаться. Если вы помните, мне нужно взять 20 уроков. Из них 4 я уже закончила. Соответственно, мне осталось взять еще 16 уроков. Я буду их брать по пятницам. Осталось, получается, 4 недели. По 4 уроков, кажется, в этот день. Сегодня 8 марта, и я уже прошла 12 уроков вождения. Конечно, были свои минусы и были свои плюсы. Но сегодня я, наконец-то, буду сдавать несколько экзаменов. Какие это экзамены? Это паркинг-тест. То есть мне нужно будет суметь припарковать машину. Также мне нужно сдать будет торможение на мосту или на горе, как ее называют. И экстренное торможение. Все оказалось не так сложно. 5 минут на площадке школы, и экзамен сдан. Вернее, не экзамен, а экзамены. Как вы помните, Learning Permit, да? Мне сюда поставили такой значочек, что я сдала эти экзамены. Называется он общим словом Yard Test. Вот видите, Yard Test Past. Можете меня поздравить. Осталось мне еще пройти 8 уроков вождения и уже сдать следующий тест, который будет сдаваться с инструктором. И который уже приведет к основному тесту. Как я уже не раз говорила, это Road Test. Ну, а после этого я надеюсь, что я смогу получить свои водительские права. Завершив все свои положенные уроки по вождению, их у меня было 20 уроков, мой учитель назначил мне мой внутренний экзамен по вождению, который называется Assessment Test. И сдается он с другим инструктором, который также является преподавателем в этой школе Бельхаса. Придя на этот экзамен, нас было несколько человек в машине. Мы, в принципе, это уже был тот самый важный экзамен, только он сдавался как бы внутренне. Я его сдала с первого раза, довольно-таки успешно. И, кстати, на этом экзамене я допустила несколько ошибок. Не остановилась перед стоп-линией. И мне сказали, что это ужасная ошибка, что если я так сделаю, то я обязательно не сдам основной экзамен. Была очень удивлена, что сдала этот экзамен довольно-таки успешно, потому что другая девушка, которая была со мной вместе в машине, она не сдала этот экзамен. Тем не менее, допустив несколько ошибок, мне все равно поставили вот такой вот штампик. Вы можете увидеть на Learning Permit, если вы этот помните. Вот, что я 20 мая сдала Assessment Test. То есть, вы сдали и вам поставили такой-то вот штампик. Но еще такой момент оказался. Так как была, возможно, я не очень уверена на дороге, мне сказали, что мне нужно взять еще 8 дополнительных занятий. И вот поставили также вот такой вот штамп. Вот вы можете здесь увидеть, что Assessment Test, он сдан, но мне обязательно нужно взять еще 8 занятий по вождению. И, как сказал один мой знакомый, что это нормальная практика, как бы ты ни водил, все равно после Assessment Test тебе обязательно предложат взять еще несколько занятий в автошколе. Таким образом, получается, что я дополнительно взяла еще 8 занятий, получилось общее количество занятий, которые мне нужно взять 28 уроков. Все 28 уроков я завершила. И 4 июня был назначен мой экзамен. Основной это Road Test, который принимает RTA. И утром в 8.30 утра я пришла на свой экзамен. Сейчас я вам расскажу о том, как он проходил. Я пришла в 8.30, увидела огромную толпу народа, где-то, наверное, человек 30. Но экзамен все не начинался. Мы ждали, 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 уже подходило мое время, но все, он не начинался. И где-то, так скажем, где-то, наверное, часов в 9 он начался, или даже в 9.30. Что произошло? Просто та женщина из RTA, которая принимала экзамен, она просто опоздала, приехала более позже. И, соответственно, мой экзамен именно сдвинулся по времени. Как он проходил? Когда подошла моя очередь, меня вызвали, мы втроем пошли в машину, сели и поехали. Весь экзамен длился, наверное, минуты 2 или 3, когда я была за рулем. Меня бы просили проехаться по дороге, повернуть, припарковаться, также сменить линию, то есть перестроиться на другую линию и так далее. Как ни странно, в машине нас было трое человек, но сдала экзамен только я одна, остальные 2 девушки они не сдали. Я очень-очень счастлива, что сдала экзамен с первого раза. Насколько я знаю, многие сдают его не с первого раза. И когда я его сдала, я буквально минут через 10 получила вот такой вот лист о сдаче экзамена. Вот вы его можете видеть, это официальный листочек RTA. Вот здесь вы можете увидеть, что здесь основные ошибки. Если вы допускаете эти ошибки, то вы автоматически не сдали этот экзамен. То есть ниже уже более мелкие, которые прощаются эти ошибки. Если вы не сдали экзамен, тогда вам нужно будет заново брать 8 занятий в автошколе и вновь приходить сдавать экзамен. В принципе, все довольно легко и просто. Что будет дальше? Мне сказали, что мне нужно взять 4 занятия. Эти занятия проходят по скоростной трассе или highway, как это называется здесь. Буквально я пойду завтра возьму эти уроки. и благополучно получу свои права. В следующем видео я обязательно расскажу, покажу, как эти права выглядят и уже конкретно расскажу, сколько именно денег я потратила на свое обучение и как долго оно длилось. С вами была Анна. Спасибо огромное за просмотренное видео. Всем желаю хорошего дня. Оставайтесь с проектом in Dubai. Всем пока-пока.